Добрый день, Раиса Александровна. Раиса Александровна, вы живете одна в поселке Октябрьский, смотрим здесь были. Получается у вас попадания большие, да? Да, очень сильные попадания, очень. Вы недавно инсульт перенесли, да? Да, инфаркт в том году, вот это инсульт, недавно. 65 лет уже сама, бьюсь, бьюсь, и дочку похоронила. А что с дочкой? 42 года, дочке лорак. Очень сложно понимать, что человек похоронил дочку. Да, очень тяжело. И еще постоянно плачу все время, все время плачу. Три года, как нет, все равно фотография стоит. Плачу, и все, давление, сердце. Еще и сволочи стреляют все время. Страшно, страшно. Вот это, когда я собрала малину, без 26 они начали. Вот это, когда четыре дома, там, на Октябрьской четырех дома, четыре постройки напрочь. Вот, тоже вот, как наша такая улица, тоже такие дома, все. Ну что, это люди страдают, это просто ужас. Так я и малину выронила, там той малинки немножко, маленькая дерочка. Вот вареница сварите. И малинку выронила, малина выпала у меня струк. Ну, что сделать, я сама чуть не упала. Зацепилась за малину. Хожу, что-то, как неваляшка. Спасибо вам, друзья, и низкий подклон за ту помощь, которую вы получите. Вам большое спасибо, большое спасибо. Людям живущим на линии фронта. Храни Господь Бог таких людей, здоровья, счастья, всего-всего, самого наилучшего. Что помогаете. Вот сейчас, пожалуйста, такая помощь, я не могу даже передать. Все, потому что сейчас тоже так люди живут, и занятия попросить. Сильно не в кого, правильно? Тоже такие. А пенсия минимальная. 28 лет отработала поваром, а девочки говорят, ну что ж вы хотели, у вас же заклад, а то низкая. Хоть пятый разряд, но я получала, по тем временам, шеф-повар за производство, 80-50 всего. Вот, а от вышних шахтеров. Да я понимаю, девочки. Я все понимаю, прекрасно. Ну, спасибо хоть и за это. Спасибо, друзья, и низкий вам поклон.